всем добрый день сегодня мы на объекте компании биогрупп жилой комплекс на сложное название бесит токио и на сегодняшний момент бизнес-класс а токио именно жилой комплекс бизнес-класса выглядит именно вот так весело пестро кто-то скажет молодежно давайте посмотрим познакомься жилым комплексом поближе позадаем как можно больше вопросов сегодня у нас менеджер счастья богин она расскажет нам все максимально подробно смотрите как классно сделано это по большому счету декор панель обычные да ну вот вместе с рисунком вместе с цветом остальным очень подходит но этот рисунок мы тоже уже когда полностью завершили мы решили как немножко разнообразить что покрасивее во чтобы не пустовало решили покрасить хорошо а здесь что у вас это у нас складовые помещения их у нас семьдесят три семьдесят три парковочных мест так 110 110 и 73 они разные глубины да я смотрю разная площадь высота одинаковая площадь а минимальная площадь и максимальная площадь минимальная 3 3 и максимальная что-то около 15 тушки вот 15 квадратов сколько стоит кладовка так 250 тысяч за день квадратный метр сейчас кажется скидка есть то есть у нас остались большие именно квадратуры парковочные места нестандартные либо тоже есть ширина ну минимум 2 и 10 минимум 2 и 10 а стоимость у стандартных нестандартных одинаковая одинаковая да это кому-то повезло да ну и можно тогда сказать самое узкое место и самое где-то там конечно в принципе там метр плюс-минус разница открытая пространство в сторону бывшего дачного массива давайте посмотрим и зафиксируем то что было раньше то чего больше уже не будет это дачная дачная астана дачный целеноград но это полностью будет сноситься здесь 6 домов вот вы где видите краны с правой стороны это третья очередь и дальше будет 4 5 6 то есть вот этих дачных домов во вообще не будет смотрите да где-то живут где-то а что за двери двери российские ну сборку на сломать а высота двери какая 230 230 это не стандарт даже даже так это трехкомнатная кухня-студия площади 112 112 1216 смотрите мы попали в трешку 112 квадратов давайте посмотрим что здесь есть так мы вот заходим здесь можно было бы сделать гардеробную систему наверное можно сделать небольшую зону для того чтобы снять какую-то одежду здесь со мной либо вот есть ниша небольшая угол либо вот есть угол в котором также можно что-то сделать но вот явный наверно вот больше поработать наверно с этим углом также высота три метра мы проходим коридор и сразу хочу сказать нет лучше посмотреть похоже получается мы попадаем зона в зону кухне тире стены это смешивая так как часто люди меняют у него изначально здесь была планировка совсем другая то есть вот если заметили там швы стоят то есть там было кладовая вот этой вот этой стенке не было совсем то есть захочешь сразу у тебя кухни и зал и поэтому многие купили по старому варианту но я видела что они черную ставили такую перегородку и сюда стеклянная перегородка когда дома хозяйка готовит чтобы запаха не было она закрывает . посмотрите здесь получается у нас начинается кухонная зона и вот это ниша где коммуникации они не занимают только много места как в некоторых проектах при желании можно даже здесь установить стол и в принципе на самом деле как говорит нам полгон не трогать вот именно эту часть из превратить ее в принципе почти полноценную истинную комнату либо смешанную кому как уже будет интересно так здесь у нас какие особенности осмотрю вас уже про нас уже до у нас проведен то есть если вы хотите казахтелеком или алматы вы у нас да есть скажите пожалуйста вот у вас такое решение окна в пол панорамные кто-то из жильцов ставит решетку или нет ну хотя были до люди которые хотели поставить у нас немножко такие правила если кто-то будет ставить решетки надо всем ставить то есть что фасад не портить вид не портить но еще это дорогое удовольствие интересовались но не ставили то есть никто не поставил нет но я думаю и нет смысла почему потому что у нас там сидит охрана то есть никто не зайдет безопасный двор у каждого свои есть чипы чтобы зайти богин я за такое решение я считаю что надо ломать наш менталитет которые всегда ограждается людей высокие заборы решетки на окнах интересное решение а скажите почему вас радиаторы немножко другой формы то есть они не такие плоские для того чтобы площадь была побольше да чтобы они не были сильно высокими вы имеете большие что потапливалось да хорошо ну и марка это вот по проекту так задумать обратите внимание посмотрите обычно радиаторы дочь и раза два здесь они очень широкие очень толстые почему потому что нужно было увеличить внутреннюю площадь вот этих пластин чтобы не наращивать батареи в высоту так с левой стороны мы заходим у нас здесь туалет один туалет в принципе здесь можно сделать не только туалет здесь можно сделать душевую душевую и санузел площадь вполне позволяет поэтому это вот получается гостевой санузел о как красиво так мы попали это что у нас спальня это спальня папина маленькая комната смотри как он классный вид это прям вот вы ее уже вот мы стоим вдоль дороги уже чувствуется не слышите ни шума ничего но если короче тебя послушать наверно мне слушаться наверно нужно даже прислушиваться чтобы различить есть шум или нет согласен хорошо защищает от шума обычно мы всегда восторгаемся видами сверху но здесь за счет окна и очень приятно смотреть в принципе на улице хотя мы видим обычный городской пейзаж кто выше у кого выше у них вид хорош и тоже смотрю здесь есть вентиляция тоже здесь потому что должна была быть гардеробная сложного гардеробная митая груму переделывали убрали гардеробную было гардеробно а вытяжка специально подгода гардеробно да посмотрите вот прям еще один вариант решения планировки так мы идем дальше и попадаем в детскую комнату между детской и мастерков мастер комнаты комнаты родителей есть уже место под санузел и душ либо в ванную место вполне достаточно любое решение ванная душевая кабина здесь спокойно все встали так это у нас детская комната какая площадь здесь примерно я вам скажу это 12 квадратных метров около 12 когда мы рассказываем о планировочных решениях доме в целом многие могут подумать я не успею купить шестой очереди либо я вообще не успею либо я пока даже вообще не планирую вас не ничего покупать знаете жизнь такая штука что во первых все эти квартиры скоро будут на вторичном рынке если вам понравился тон и понравилось именно планировочное решение определенной квартиры вы можете охотиться за ней и вы ее найдете если будете искать а искать можно по-разному можно искать самостоятельно можно искать через риэлкоров поэтому в принципе если вам вас зацепил проект вас зацепила квартира вас зацепил вид из окна ищите и вы найдете все квартиры которые люди покупают на перечном рынке они уже буквально на следующий день после открытия продаж появляются на вторичном так здесь у нас балкон смотрите как он сделан сделано отдельная секция под кондиционер под кондиционер там же есть для слива скажите пожалуйста вот под кондиционер это как вот где-то не цена должен стоять условно возможно и здесь даже инструкции написано условно вас будут стоит здесь наружу здесь трубочка для слива ну и открываете окно и поток воздуха а слив куда уходит по стояку у нас то есть с 11 этажей до подвала и в подвале слив канализации хорошо так а здесь у нас получается окно откидное его можно откинуть сложно открывание да и осуществить здесь двойное в квартирах тройное конечно же большинство знает но не лишним стоит еще раз напомнить двойное стеклянение для чего полезно на балконе не будет отмерзать то есть всегда будет хороший вид и не будет вот этого или нет нет сожалению в некоторых домах даже бизнес-класса на балконах экономят и стоит стоит одно стекло а часто пользуются балконом люди открывают балконную дверь сюда выходит теплый влажный воздух и окно покрывается и ним не сидишь как у деревянской избушке скажите вот что такое вот здесь это какой-то козырек так который скрыть его либо он выходить нельзя да не хорошо что устроить перегруз напротив офисные память там будет только офисное помещение только офисное помещение хотя вот 20 сейчас видите это вид на частный сектор и вот за этим домом там по большому счету частный сектор участниц это знаете не типичный там в основном дорогие дома коттеджи и так далее и чем дальше минут в ту сторону тем они более каждой очередь она становится все лучше и лучше и как казалось бы нужно покупать самую последнюю на самом деле не факт потому что можно улучшить какие-то детали но базовые вещи например площади планировочные решения они могут быть идеальными например первый в третий посередине очереди но не финале поэтому это у нас выбор недвижимости его всегда такой так ребус требует внимательно вам решение тогда бог им большое спасибо торговый центр 40 рядом до макдональдс вот совсем здесь недалеко очень важно для детей до рядом астана опера вот она ханшатыр пешей доступности скорее всего район будет развиваться и дальше мы здесь увидим что-то что мы пока даже наверно еще в проекте не знаем и скорее всего делайте выбор если есть вопросы задавайте в комментариях информацию попытаемся найти на любой вопрос можем связаться с менеджером счастья можем обратиться строительную компанию в головной можем обратиться в отдел продаж и задавайте вопросы комментируйте ставьте лайк всем пока до следующего видео а